Где же наш Лёвушка? Где же наш Лёвушка? Всем огромный большой привет, мои хорошие! Я вот сейчас в начале видео хочу, ой, кибу зимой, пушистый комочек счастья. Вот такой вот лохматика показать с утра для поднятия настроения. Да, моя хорошая, моя сладкая, моя сладкая девочка. Нежная, тендитная, женственная. Прямо я не знаю, но такая, от меня не отходит, столько в ней женственности. Такая тендитная, Лиза на охоте, Лиза на охоте. А эта девочка моя хорошая, спит только со мной. И как положишь, так и лежит, смотрите, видите, и не дышит. Моя сладенькая, моя девочка. Ой, мои хорошие друзья, сегодня суббота, туманное утро. Я, как видите, нафронтилась, подкрутилась, чуть-чуть, привела себя в порядок. Септал это, отлично подавляет кашель, когда я за рулем. Еще у меня спрашивали, обыкновенный банальный мукалтин. Ха! Отхаркивающего, просто изумительное. Я пью сразу две таблетки. Вот так вот, изумительно. Кстати, хорошо, что напомнили, вы мне напомнили, да, сейчас надо выпить. Суббота, да? Я в субботу, так как у меня идет уже, так, вторник, понедельник, вторник, среда. В четверг я не работала, приболела. Это пятница, было три дня. Вот, сегодня только четвертый день, такой полноценный. Полноценный это вторник, среда, пятница. Да, четвертый полноценный день будет у меня. Я по опыту не знаю, как происходят выходные дни. Ну, так, по логике, так как на работу, наверное, никто не будет ехать, или, может, не так много людей. Я выйду где-то в полдесятого, в девять часов, как вчера. Мне вчера понравилось моему времени. И я вчера, вы знаете, друзья, каталась бы и каталась. Каталась бы и каталась. У меня простоя не было. Вот. Ну, пять минут это не считается, да. Банально в туалет никогда было сходить. Серьезно. И даже кофе не покупала, некогда было. Но, друзья, все, у меня ждан девиз. Темно, все, поехала домой. Ну, а не стоит рисковать. Зачем? Я тем более вчера еще заехала только район, АНД район. Думаю, еду, а там такая сумма хорошая была. Думаю, нафига я еду, вдруг цыгане, а там цыгане. Цыгане тоже люди, но знаете, люди разные, везде бывают. Говорю, хотя бы нормальные люди, хотя бы нормальные люди. Далеко так ехала, когда такая парочка зашла. Ммм, цыганда, ударочка. Хорошие такие люди, ребята, все. На чай, конечно, не оставили. Они не выходили 20 минут. Я им выставила простой, да и все. Ну, простой, это идет на общую кассу мне и моему оператору, где я работаю. Кстати, я работаю в углове. Работаю в углове. Вот, мои хорошие. Сейчас выйду, посмотрю, как оно, что оно. Настроение у меня прекрасное. Немножко освыкаюсь с мыслью. Как вы все видите, Людмилка моя мне помогает вообще супер-пупер. Ой, я все-таки так насмеялась. Молодец, девочка. Очень непосредственная, очень такая откровенная. Ничего лишнего. Все в пределах разумного. Ничего не перебарщивала. Я в плане видео, говорю, да. Ну вот, нормально. Вот, приятно очень, когда тебя дома ждут. И я помню в детстве, когда она была маленькая, еще в школу не ходила. Я приходила с работы, и каждый день она мне спрашивала. У нее было понятие так, если я пошла на работу, я должна принести денежку. Она была маленьким ребенком. И она всегда меня у порога встречала. Мама, сколько ты сегодня заработала? Постоянно. Ну, мне приходилось выдумывать определенную сумму, высчитывать, сколько там за месяц, разбивать по дням. Говорить, и она записывала. Ой, так интересно. И вот я вчера приехала, она мне говорит, сколько ты заработала? Сразу так мне в детство прям, знаете, я вернулась. Когда она была маленькая. Она потом, конечно, уже не спрашивала, когда взрослела. Но всегда у нас было место, касса была всегда ей доступна. И она могла брать на все свои нужды. Вот. Так, немножко так, ну, немножко так разговариваю в нос. Но вообще состояние просто прекрасное. Хорошее состояние. Но саптолета надо положить. Пососать, и будет намного легче. Так, мои хорошие, продолжение этого видео. Там Людочка с вами сейчас поделится лайфхаками. Кстати, то, что она вам сейчас покажет, это очень и очень даже работает. Повторяйте, как она вам говорит. Вот сейчас как раз какая-то там луна. Это вопросы пишите уже к ней. Она вам ответит. Я помню, как перед ремонтом, вот когда мы делали там, где все белые комнаты у нас, да. Перед началом ремонта мы также разложили с ней деньги. И приход шел, шел, шел. Как раз ремонт продолжался. Денежные поступления шли, шли, шли. Конечно, мы для этого старались. Мы не сидели у окна и ждали. Ага. Но факт тот, что поступления шли и даже немножко больше, чем мы планировали. Вот. Ну, конечно же, они ушли на ремонт. Но все равно, тем не менее, это работает. Если сейчас посмотрите, она вам сейчас все расскажет. А я, короче, погнала, погнала и погнала. Не знаю, суббота. Как будет, что будет, посмотрю. Долго работать не буду. До трех часов, потому что трех темнеет. Вот так надо продержаться где-то до января месяца. С января у нас уже пойдет, могу до четырех, до пяти работать. Правильно? Уже будет день увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. А сейчас день уменьшается, уменьшается. В три часа все, выколи глаз. Выколи просто. Это-то-то, это-то, это-то моя хорошая. Эй, ты моя хорошая. Так, лично я с вами пока прощаюсь. И смотрите вот продолжение видео, Людочку. Думаю, сладко. Думаю, я хорошенько. Фух, наелась картошки. Ой, так классно вообще. Прямо объелась, если честно. Видео уже мое вышло. Посмотрела его только что. Ой, насмеялась сама себя. Друг смотрит, смеялся с фразой. Лёва, что с тобой? Поешь травы. Короче, ну на этом приколы не заканчиваются. А вот это, лень. Привет, село. Это я прикрыла, но мне кажется, что на меня кто-то смотрит. Потому что мне... Ой, не успела я за свою гробовту приобрести себе ролеты. Ну, ничего. Ничего, успею, куплю. Разломалась у меня... Разломалась у меня бляха-буха. Ну, шо это такое? Ой. Сейчас я этот сделаю из подручных средств. Ну, бабушке такая доска. Она вот как... Я вот за бабушкой повторяю. Она ставит на стулья и гладит. Сейчас я так. Так, а что ж я ее вот это распроставила? Тут нет этого. Не достанет. Розетка же здесь. Ну, это просто, друзья. О, пожалуйста. Ой, я не могу. Сама себя смеюсь. Сама себя. Спасибо столько просмотров, столько комментариев. Видите, я прям уже вжилась, вжилась в эту роль. Фух. Ой, я не могу. Такой день, такой сериалей интересный. А, кстати, забыла вам сказать. Помните, мама говорила, что я деньги удваиваю. Как я их удваиваю? Кладу на подоконник. Вот так вот. Сегодня нужно класть деньги на подоконник. Сейчас я вам покажу. До воскресенья на север. Я включила компас. Север у меня здесь. Вот. 100 рублей, 100 долларов, 50 гривен. И 50 мне когда-то банк в Малайзии. А ну, Димон, посмотри, пожалуйста. Привет, Дима. Что это за купюра такая? Сколько это денег? Когда мне когда-то оставили чаевые, я так все на память оставила. Ну, и это мне тоже чаевые когда-то оставили. Так они у меня и валяются. Я-то сегодня убиралась, полтинник нашла. Ну вот, пусть удваивается. Ой, так что до воскресенья, друзья. В воскресенье утром убрать. В воскресенье утром убрать. Что, такую штуку? Потому что шторы нет. А я люблю поспать. Зато вот. Все видно, классно. Фух. Свечи зажить, что ли? Нормантику. Что посмотреть, не знаю. Вчера смотрела шоу «Маска». Друзья порекомендовали. Ну, прикольное такое. Мне что-то нудновато. Смотреть вообще нечего. Какой-то фильм хочется, что ли? Я не знаю. Фух. Буду я гладить, друзья. У меня халабуда получилась. Ой, я не могу саму себя. Ну, чё. Надо же погладить. Рубашки вот мои. Рубашки и юбки сейчас поглажу. Это, кстати, джинсы, в которые я уже не влажу. Представляете? В доме, кстати, тепло. Вот я хожу в шортах. Очень тепло. Не знаю, сколько на улице градусов, но сегодня прямо солнце было пекучее. Классно было. Мне понравилось. Вот и завтра такая погодка была. Любушка звонит, говорит, выезжай в центр, давай погуляем. Я говорю, я уже гуляю. Она где? Я говорю, в огороде. Она смеётся. Это как всегда. У меня сейчас не сектор. Я вышла, уже всё. Уже на природе. Ой, смотрела только что её отрывки, которую сейчас вот монтирую. Горожу, не могу с неё. Везде тяжело. Домохозяйкой тоже тяжело. Тяжело. Женщине нигде нелегко. На домашнем поприще. На работе. Таксистом. Кондуктором. Профессором. Парикмахером. Бизнесменшей. Бизнеследи. Никому нелегко. Никому. Потому что мы женщины. И мы хотим, наверное, просто усовершенствовать этот мир. Так что, мои хорошие, повторяйте за Людочкой. Кстати, это не шутки. Это не шутки. Пока. Что-то как засвечивается чуть-чуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова